Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вы всегда найдете обзор свежих новостей и честное мнение по поводу всего, что в этой игре происходит. Как вы знаете, сейчас у нас период скидок, который называется жуткая распродажа. И с 27 октября по 1 ноября включительно в игре вы сможете приобрести себе всякого рода ништячки и улучшения с хорошими скидками, плюс к тому вы можете получить скидку на покупку премиумных танков. Но только не спешите радоваться, 50% на танки 5 уровня, 25% на технику 6 и 7 уровней и целых 15% на технику 8 левела. Но этих машин в деревьях не так уж и много, потому что речь идет именно об этих машинах, тех машинах, которые постоянно лежат премиумными на продаже в дереве той или иной нации. Мне для того, чтобы закрыть свой плейлист в отношении всех вот этих вот машин, которые я назвал премы из веток, не хватало только ИСА-6. Сейчас он у меня в ангаре есть и поэтому сегодня делаем на него обзор и таким образом я ставлю финальную точку в обзоре всех машин, которые можно приобрести в дереве исследования. Я имею ввиду премиумные тачки. Так вот, ребят, что такое ИС-6? Это 8 уровень, тяжелый премиумный танк, который не обладает абсолютно никаким фаном, по крайней мере для меня. Он абсолютно спокойный и абсолютно унылый, опять-таки мое скромное субъективное мнение. Машина в целом, я бы сказал, результативная. У него хороший процент, я имею ввиду процент доходности. Этот коэффициент фарма позволяет новичкам фармить голдишку. Но! А к вот этому но мы вернемся чуть позже. Что касается ИС-6 в отношении орудия, здесь интересная штука. Здесь два орудия есть. Есть базовое орудие, которое обладает, ну я бы сказал, такими себе показателями. Вроде бы все хорошо. Средний урон в 400. Есть целых 2333 единицы ДПМа. Время сведения просто безбожно огромное. 5,4. Это с учетом того, что оборудование установлено в двух слотах, именно на улучшение времени сведения. Разброс при этом плюс-минус нормальный, как для тяжелого танка. Время перезарядки тоже, я бы сказал, терпимое. А вот то, что многим тяжело действительно вытерпеть, так это уровень пробития. Как для тяжелого танка 175, это очень мало. Подкалиберные 217. И они тоже не дотягивают до нормального показателя у себя на уровне. Угол склонения орудия вниз минус 6. Я бы сказал, что это вполне себе типичный угол склонения орудия для советских тяжелых танков в нашей игре. Если вы будете играть на топовом орудии, то здесь пробитие будет уже нормальное. 221 и 270 на аккумулятивах голдовых. При этом ни средний урон, ни многие другие показатели у вас не меняются. Разброс останется тот же самым. Станет хуже время сведения, но вы этого не ощутите абсолютно. А вот то, что вы существенно ощутите, так это урон в минуту, который упадет практически на полтысячи. И время перезарядки, которое увеличится на 2,5 секунды. Что абсолютно не есть хорошо, потому что 12,62 это действительно очень долго. Вот такие вот два интересных орудия, которые не прельщают абсолютно ничем. Хотя стоит отметить, что машина неплохо при этом всем забронированным. Да, она не сияет красным, но она полна всякого рода приведенок, которые в сумме дают довольно неплохие показатели по уровню бронирования машины. Причем даже в нижнем бронелисте. Башня невысокая, комбашни забронированные. Ну как забронированные, по крайней мере не светятся желтым, это уже хорошо. Ну и по щекам башни тоже очень крутые приведенки. Хотя в прямой проекции здесь всего лишь 150 миллиметров. Понятное дело, что по бортам, по корме здесь тоже что-то присутствует, но не настолько, чтобы прям быть имбой бронированием. С другой стороны, если вы играете вот так вот ромбом, то здесь очень крутой в борту приведенный показатель. И то же самое касается многих других зон. Короче говоря, по бронированию мне машина в целом заходит и в целом нравится. В сравнении с другими машинами, что хотелось бы сказать. ИС-6 эта машина может быть и для новичков, потому что кто-то скажет, что фарм 180% это круто. Но, ребят, хотелось бы отметить, что за приблизительно те же самые деньги, а порой даже дешевле, вы можете взять себе того же самого Льва, у которого на целых 200 единиц больше ДПМ. У которого, я бы сказал, очень хорошее пробитие в 234 единицы. И да, пускай Альфа 310 против 400, но при этом время перезарядки 8.42. И по бронированию машина тоже довольно-таки неплохая. Если мы опустимся с вами вниз, то вы увидите, что на Льве на 1% даже побед больше. Да, это несущественно большая разница, но все же стоит отметить, что эта разница присутствует. Плюс к тому, как вы видите, Лев пользуется гораздо большей популярностью. И, кстати, Льва в свое время тоже можно было купить в дереве исследования, только в Германии. Потом его оттуда забрали, ровно как и американские машины. Ну, короче говоря, немножко почистили количество премиумных машин в деревьях. Ну и, соответственно, ИС-6 на сегодняшний день, насколько я помню, насколько я знаю, является единственной восьмеркой премиумной, которая лежит постоянкой на продаже. Что касается сведения всего остального, это все мы с вами обсудим непосредственно в бою и играть будем на двух орудиях. Ну, не то чтобы одновременно, но по очереди. Что касается скорости, не буду к ней цепляться. Да, ее не хватает, но в целом для тяжелого танка с хорошей броней это вполне себе приемлемый показатель. Есть ребята, которые передвигаются пошустрее, побыстрее, но есть и те, которые пасут задних. Короче говоря, танк вполне себе, вполне нормально сбалансированный в отношении подвижности, в отношении маневренности. Я бы сказал, абсолютно типичный тяж. Вот такой вот он в сравнении с другими машинами. И я бы сказал, что машина неплохая, но есть варианты и получше. Так или иначе, нам остается только взять данную машину и ринуться в бой для того, чтобы ее заценить. Напомним, сейчас мы будем играть на базовом орудии, которое имеет быстрее время перезарядки, больше ДПМ, но при этом низкий уровень по пробитию. Ну что, поехали, попытаемся затестить, а потом возьмем вторую пуху и тоже ринемся в бой. Ну что, друзья, поехали. Блин, а что у меня стрелка эта появилась? Вроде же обновлений не было. Надо будет как-то отключить. Так вот, что касается подвижности. Пускай он не летит вперед, но, как видите, абсолютно нормально передвигается. Типичный тяжелый танк. Если бы не угол склонения орудия минус 6, я бы поехал сейчас под горку и там, отыгрывая от башни, хорошенько бы накидывал. Ну а так, ребят, приходится ехать на линию тяжей и пытаться отыграть частично от башни, частично от брони. Что касается времени перезарядки. На базовом орудии я бы сказал, что в пределах терпимого. Не то, чтобы в пределах приятного, а именно в пределах того, что ты, в принципе, можешь просто вытерпеть морально-психологически, пока он будет танковать. И, слава богу, здесь хотя бы танковать есть чем. Что касается уровня по пробитию, блин, увы, она не хватает. Сейчас откатимся еще раз назад. Что касается уровня пробития, то, как вы видели, я даже челленджера нормально пробить не смог. Я попал ему в какую-то там приведенку, ну и, соответственно, урона ему не нанес. Что касается того, что я сейчас крушителя пробиваю, это неудивительно, потому что крушитель по бортам картонный. Это все знают, и поэтому заценивать уровень пробития орудия на крушаке, честно говоря, не совсем справедливо. Так, откатываемся назад, я очень надеюсь, что сейчас вот здесь вот товарищ сдаст немножечко назад, и мы сможем все-таки пробить его. Ну, давай. Зачем ты полез туда, вот мне просто интересно, скорострельный ты мой. Так, крушак. Получает очередной урон, но все-таки, согласитесь, заявленных 400, что-то как-то я не вижу. Все равно получается меньше 400, и это не очень приятно. Так, отходим еще назад. Вот этот товарищ. Попадание есть, пробития нет. Опять-таки, сработала приведенка у соперника. Ладно, начинаем быковать, начинаем лезть на передовую, начинаем делать что-то. По времени сведения. Просто ужасно. Мне лично очень сильно не нравится отыгрывать на орудии, как на одном, так и на другом, потому что здесь, ну, прям ужас ужасный, кошмар кошмарный. Пока это орудие сведется, на дальних расстояниях отыгрывать на нем, я бы сказал, практически нереально. Так, уходим от крушака. За это время как раз перезарядимся, и с этой стороны, я думаю, мы его доберем. Так, челленджер остался. Нам помогает лесная ведьма, а значит, шансы у нас, в принципе, есть. Блин, фараон, зараза. Вот сейчас 413, это приятно. Приятно, что игра именно в этот момент подкрутила. Так, танкуем, рамбуем, делаем что-то. Ну, очень долго сводится орудие. Вообще 500, ничего себе. По-моему, разработчики где-то что-то мне там немножко все-таки подкрутили в плюс. Давно я не видел такого урона на базовом орудии. Хотя, кстати, напомню еще раз, что базовое орудие и топовое орудие альфой не отличаются. Но, по моим личным ощущениям, на топовом орудии все-таки чаще вылетает альфа уровнем повыше. Голдовый снаряд, фараон 7 уровня и башня, по крайней мере, на базовом снаряде, как вы видели, красная абсолютно полностью. Что касается голдового снаряда, я больше чем уверен, что не сильно изменится уровень бронирования башни фараона в данном случае. Поехали, попытаемся на горку взобраться. Я не думаю, что эти тяжелые ребята будут оттуда спускаться. Все шансы на победу у нас есть, это уже хорошо. И, в целом, фишка данной машины является в том, что она прощает огромное количество ошибок игроку. Блин, ну пока ты сведешься, зараза. Огромное количество ошибок игроку она прощает в виде количества рикошетов, которые ты получаешь. Но в отношении того, чтобы отыгрывать орудием, все-таки левчик будет гораздо интереснее. Там и пушка гораздо точнее, и время сведения гораздо быстрее. В общем, уныловато, уныловато играется. Ну вот как есть, как есть. Смотрите, красного цвета, ребят. Ставим голдовый снаряд, окей, башня тогда голдой пробивается. А базовым снарядом семерку пробить не можем. Хотя я не могу сказать, что фараон прям супер забронированная тачка. Да, там есть броня, но все-таки мы супертяж восьмого уровня. И вроде бы, как бы против семерок должны играть абсолютно спокойно в отношении уровня пробития. Что касается нашей результативности по бою, то я больше чем уверен, что мы в лидерах по настрелу. 2860 единиц, давайте будем говорить 2870, правильно округляя. Два уничтоженных соперника, знак классности первой степени. Что касается того, насколько машина хорошо фармит. Напомню, 180 единиц доходности, 180%. И я бы сказал, что как для фарма машина очень-таки даже подходит. Но просто не всегда этот фарм вы сможете качественно реализовывать. Все-таки дать хороший настрел на косом орудии действительно сложно. 55,5 тысяч серебром без учета прем-аккаунта. С учетом того, что мы бы, ну не мы бы, а мы в принципе потратили 3200 серебром. С прем-аккаунтом, понятное дело, гораздо больше. Что касается того, что мы сделали в разрезе команды, то мы лидеры по количеству нанесенного урона. И считаю, что в данном бою мы уж точно сделали все необходимое для того, чтобы победить. И, мне кажется, победу одержали абсолютно-таки заслуженно. Сейчас лайкаем всех лидеров в обоих командах за сыгранный бой. Это было действительно приятно. Быстренько меняем орудие. Берем топовое орудие, которое, как я уже говорил, будет обладать большим уровнем по пробитию. Причем существенно. 46 мм на базовых снарядах и на голдовых плюс 53 мм. При этом альфа не меняется, но, ребят, по ощущениям, что-то как-то топовое орудие все-таки выдает побольше альфы за каждый выстрел. Что касается урона в минуту, времени перезарядки, то они падают. Причем просто безумно. Время сведения меняется, но, поверьте мне, вы в боях этого ощущать не будете. Я, по крайней мере, разницы не ощутил никакой. Я вот так вот просто от балды снаряжу себе снарядов для того, чтобы не тратить на это время. Ну и погнали в бой. Итак, друзья, играем на топовом орудии и внешняя машина, на удивление, не меняется. Может, там есть какая-то разница внешнего вида в стволах, но я, по крайней мере, этой разницы не вижу. Напишите в комментариях, есть ли она и обязательно пишите в комментариях, у кого есть данная машина, какое орудие вам нравится больше для игры на ней. Считаете ли вы эту машину действительно годным первым премиумным танком для новичков? Потому что многие новички сейчас явно раздумывают над тем, они приобрести ли себе данную машину для того, чтобы на ней фармить. С учетом того, что сейчас в магазине есть скидочки. Такс. Только голдой смог Т-28 прототипа пробить. Ну, в принципе, это неудивительно. Машина хорошо забронированная и, скажем так, не на нем. Опять-таки, необходимо смотреть, на что способен танк в отношении пробития. Очень долгое время сведения, но разницы, как я уже говорил, не ощущается абсолютно между топовым и базовым орудием в отношении именно времени сведения. Цифра, может, и отличается, но по факту ничего не меняется. Так. Здесь продавили. Ух ты. С моста меня зацепили. Слава богу, хотя бы этот товарищ промазал. Так бы еще немножко разменялся. Не в свою пользу, не давая тычек в ответ. Шпиц. Ладно, поехали шпица давить будем. Ну, вот как с этим временем сведения можно нормально играть и выцеливать на дальних расстояниях? Да, в принципе, никак. Вот только благодаря тому, что игрок не сильно подкованный, как я понимаю, и, скорее всего, гуслей зацепился за отмостку переезда, из-за этого он не смог нормально уехать. Иначе я бы просто не успел бы его выцелить. Короче говоря, машина только для ближнего боя, и слава богу, он на это способен. Как видите, на вот таком даже расстоянии, да, там, пока сведешься, ну, посидеть можно. А может даже и родить, если вы находитесь в беременном состоянии. Поехали. Блин, угла склонения орудия вверх не хватает. Т-77 своих два снаряда откидал, а значит, мы можем потихоньку быковать и пользоваться тем, что он находится на перезарядке. У нас, кстати, тоже время перезарядки. Не ахти себе, и, как видите, без полного сведения еще и косое орудие. Отходим. Выцелю? Нет, не выцелю. Так. Ну, тогда ты получи. Ну, этот товарищ меня с барабана не заберет, даже если высадит весь барабан в меня. А значит, мы можем потихоньку двигаться вперед. Да ну что ж такое. Безбожно косит пушка. Просто ужас. Остались три на три. Попытаемся сейчас. Выцелить? Но я, правда, не знаю, как это сделать, реально. Вот прям вот вообще не знаю. Только стоит один раз пошевелиться, и все, в принципе. И шип пропала. Адреналин? Адреналин? Давай, родимый адреналин, не подкачай. Нет, ничего не получилось. Слишком долго перезаряжается топовое орудие. Не знаю, многие хвалят как раз топовую пушку. Мне лично больше нравится отыгрывать на базовом орудии. Все-таки базовое орудие, оно какое-то более веселое. Оно быстрее перезаряжается, и из-за этого ощущения совсем другие. Плюс там ДПМ гораздо выше. Может, если бы на топовом орудии была выше альфа, тогда да, тогда можно было бы о чем-то говорить. А так, по большому счету, я не совсем понимаю, зачем брать себе топовое орудие с высшим уровнем пробития, если при этом ты меньше наносишь урона. Ну, как-то вот так получается. Смотрим на результаты боя. В данном случае у нас поражение. Я не могу сказать, что от того, на каком орудии вы будете играть, зависит процент доходности, то есть коэффициент вашего фарма. Потому что этого нет в игре. Есть для машины коэффициент, вне зависимости от того, сколько орудий. Но все-таки больше урона получается у меня, по крайней мере, набрасывать именно на базовом орудии. Здесь у нас получилось 2400 единиц, один уничтоженный соперник. Что касается результатов по фарму, то по проигрышному бою, безусловно, тяжело смотреть. Но давайте заценим. 13500 без према, с учетом того, что я голду использовал. И с премом было бы 33000. Понятное дело, что за победы дают больше. Как я уже сказал, на базовом орудии наносить урон гораздо проще. Ну и, соответственно, от этого зависит коэффициент вашего фарма. Точнее, не коэффициент, а уровень вашей доходности. Сколько серебра конкретно вам начислят за количество нанесенного урона. Хорошо сыграли соперники. Мне понравилось. Было очень приятно. Несмотря на то, что проиграл, с уважением отношусь к тем ребятам, которые достойный отпор дали. Ну и, соответственно, одержали победу. Вот такой вот он ИС-6. И я лично считаю, что данная машина не является тем, кого стоит покупать первым для того, чтобы на нем фармить. Для этого есть в первую очередь вот этот вот товарищ Левчик. Его продавали несколько раз уже в составе крутого набора за 5500 золота. И это гораздо дешевле, чем покупать сейчас со скидкой ИС-6 в голом его состоянии. Вот такой вот парадокс. Я побежал снимать специально для вас, ну а вы, друзья мои, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки данному видео, пишите свое мнение о увиденном, ну и обязательно приходите на мои прямые трансляции. Ближайшая состоится сегодня вечером, и на ней мы разыграем среди зрителей Дракулу. Побежал готовиться к стриму, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.